Привет, дружечки-пирожочки! Товарищ Сафронов! Сегодня очередь товарища Тани сделать обзор на косметику, вы просили. Она вот подготовила рисунок, чтобы тестировать, но не на себе же. Я немножечко, можно просто дополню? Смотрите, красотка будет какая. Модная, современная стрижка. Вот. И она еще Гарри Поттера. Все, поехали. Всем приветики-приветики! А сегодня, по вашим просьбам, по рекомендациям товарища Сафронова, у нас будет обзор на косметику из магазина H&M. Вот. Вчера специально для вас зашла, купила несколько штучек, которые помогут навести красоту на юных лицах девочек. На самом деле, я не думаю, что эта косметика детская, скорее она подростковая. Поэтому рекомендации про использование детям или не детям прошу их не сильно не судить. Ну, давайте посмотрим, что я купила. Так, а что же у нас в пакете? Я, правда, предварительно вам все уже красиво упаковала. У нас есть чек полный. Все, что мы купили, получилось на 1575 рублей. У меня еще была скидка 15%. Я использовала эту скидку на самые дорогие товары. Ну что ж, давайте поехали, посмотрим, что у нас есть в нашем маленьком шуршащем пакете. Итак, все это сложено вот в такую вот розовенькую маленькую косметичку, которую, на самом деле, очень удобно взять с собой и положить сюда еще что-нибудь, кроме косметики. Итак, что же есть у нас? Что же есть у нас внутри? У нас есть набор вот таких вот маленьких, вот таких вот малышей. помад. Здесь цвет такой нюдовый, красный, винный, розовый и, наверное, такой темно-розовый. Кстати, наверное, там есть у них название цветов, тоже написано. Сейчас посмотрим. Но он называется Going Places из Уэси. Окей. Так, взяла маленькие влажные салфетки. Написано, что их можно использовать и для рук, и для лица. Соответственно, наверное, они должны хорошо смывать косметику. Так, вот такие вот яркие тени. Beauty, Stargaze и Shadows. Цена 399 рублей. И вот это мне, кстати, понравилось больше всего. Думаю, что я буду сама этим пользоваться. Это вот такие тоже, вот такой вот размерчик. Это блески для губ. Ну и косметичка, в которую все это удалось положить, тоже вот такая маленькая, прозрачная. выглядит очень классно. Ну что ж, поехали. Чтобы показать вам лучше всего косметику, кроме того, как на своих руках, я вот нарисала такой, так называемый, у косметологов все бывает, Face Chart. Мне кажется, он у вас тут немножко засвечивает, сейчас я подумаю, как правильно подобрать цвет. Свет, вот, видите, Face Chart. Соответственно, это для визажистов и не визажистов, чтобы попробовать цвет на бумаге. но также с вами мы как будем как профессионалы пробовать на моих руках. Итак, с чего начнем? Предлагаю начать с... С чего же бы нам начать? С чего бы нам начать? Давайте начнем, наверное, вот с этих блесков. Нет, давайте начнем с помады. Значит, и того, у нас их здесь пять штук. Вот, Going Places Lipstick Kit, то есть, это такой кит, это как набор для помады. Итак, как всегда, волшебная чудо-упаковка, с которой у меня тоже проблемы. Сейчас посмотрим, посмотрим. Ну, на самом деле, честно говоря, можно к ней не очень переживо относиться, потому что вряд ли вы потом все это обратно берете в этот пакетик, потому что, вот, какой большой минус, он жутко режет пальцы. Вот видите, я оторвала, и вот эти штуки пластиковые, они прям очень больно впиваются. И так, шо-шо, волшебный звук. Давайте пока уберу волшебную девушку, чтобы она вам не отсвечивала. Так, 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 вываливаемся, 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 вывалились. И так, а, одну забыли, одну забыли. Значит, помадки, маленькие-маленькие помадки. Давайте поближе, все поближе, будет все видно. И так, у нас здесь один, два, три, четыре, опять вышел зайчик погулять. Ну что, давайте начнем с красной. Кстати, небольшой лайфхак от моих бьюти-друзей и профессиональных визажистов. Если вы подбираете помаду и хотите максимально подобрать цвет близкий и подходящий вам, лучше всего пробовать не вот здесь цвета, а вот на этих подушечках пальцев, потому что они практически максимально похожи на цвет ваших губ. Поэтому поехали. Немножко добавили света, настроил кость фокусировку, теперь будет все видно лучше. Итак, начинаем пробовать, как я говорила, попробуем на подушечках пальцах на цвет помады, чтобы максимально передать цвет, который вы потом можете видеть на губах. Значит, вот этот цвет бы я бы назвала какой-то сливовый, наверное. Вот так у него, ну, теперь все номера, кстати, перемешались, непонятно, каким номером они называли. Ну, в общем, я думаю, что это не суть, как важно. Итак, поехали. Так, первое впечатление, она очень мягкая, очень влажная и очень нежно наносится цвет. Вот такой вот. Кстати, получается, ничего такого темного, как вы видите, да, казалось бы, вот здесь, на по итогу достаточно натуральный цвет. Получился так. Давайте закроем. Дальше. давайте вот этот винный красивый цвет пробуем здесь. Ну, вот это уже ярко-ярко, я бы такой цвет. Хотя, не знаю, можно и на вечер такой цвет и с утра можно использовать на губах, а если на вечер, то сделать его вот таким. Смотрите, тут будет вообще огненный такой, действительно, винный цвет красного вина получился. Двигаемся дальше. Вот этот, скорее всего, маленький получится, ну, сейчас посмотрим. Ну, вообще, вот это прям самый настоящий красный цвет, матовый, яркий. Ух, 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 ух. Очень красиво. Так, проблема плохо попадается из-за того, что очень маленькие. Плохо попадать. Сейчас, оп, оп, видите, из-за того, что я смотрю в камеру, я могу немножко помаду попортить. Так, остается у меня, сейчас, вот здесь вот, косякнули, косякнули, сейчас цвета, ну, надеюсь, не перемешать. Давайте возьмем тоже что-нибудь, вот, потемнее, что перекроет цвет. Очень красиво. Так, это такой темно-розовый, наверное, будет. Ну, вот так, ох. Слушайте, ну, вот этот цвет, он, конечно, не такой вообще с оттенком фиолетового, но это прям вообще, я бы таким в жизни не стала пользоваться. Мне кажется, это неприличный какой-то цвет. Не знаю, реально фиолетовый. Но на какую-нибудь тематическую вечеринку, где можно ярко накраситься, это вполне возможно и подойдет. Не мое. И последний, какой мы не попробовали, ну, вот это мои, на самом деле, любимые цвета. Давайте вот здесь, даже не знаю, как вам что-то было. давайте вот здесь. Ну, вот такой модный, нюдовый. Модный, нюдовый. Модный, нюдовый цвет получился. Еле-еле розовый. Не знаю, мне прям нравится. Еще я бы прям его в один слой наносила, был бы очень нежный, красивый, в принципе, практически для всех возрастов. Но не детей, только подростки. Хорошо, поехали дальше. Давайте потестируем салфетки, которые есть у нас, как раз, как они будут стирать помаду. Так, прежде чем им воспользоваться, главное, все со мной не перепачкает. Так, упаковочка очень маленькая, идеально для сумочки. поехали. Давайте вот начнем с большого пальца. Ну, слушайте, все снялось аккуратно, чистенько, на более, давайте, ярких цветах. Так, это тоже. Почти, почти. Так, переходим к огненным цветам. Слушайте, ну, вообще, отлично все смывает. Прям с учетом, что это я уже, как сказать, салфеткой еще два пальца смыла, прям хорошо. И наш красивый, винный цвет тоже отлично все ушло. так, пальцы, ну, здесь все хорошо. Так, салфеткам, пока, за удаление помады, с рук ставим твердую пятерочку. Так, убираем этот мусорочек, с помадой закрываем, убираем их пока вот сюда, пока сюда, сюда, чтобы они нам не мешали. Итак, дальше давайте потестируем тени. Тени 399 рублей, такие формы звездочки, пять очень ярких цветов. Кстати, вот я сейчас пока это открываю, думаю, интересно, там есть чем их наносить. Есть ли там кисточки? Подождите, нужен ножичек. Морковка, товарищ Сафронов, нам сейчас поможет. Опа, готовы. И нет, еще есть? Еще есть. суперзащита. Суперзащита. Опа. Ну, тадададам, тадам, ну. Ой, ребята, такие занудные. У вас очень тяжело все тут открывается. Возможно, я не знаю, какого-то секрета вашего. Нет, секрет в защите. И, как я, собственно, предполагала, ну, давайте на всякий случай вытащим, красить-то. И красить нечем. Это просто вот такая вот палетка без всего. Но, как говорится, помощник, визажист его же пальцы. Ну, поехали. Будем пробовать. Давайте вот здесь, наверное. Давайте пробовать. Или здесь. Кстати, здесь еще кусочек помады осталось. Давайте-ка я сотру. Тоже. Так, ну, давайте попробуем вот здесь. Начнем с... Давайте начнем вот с этого цвета. Ух! Ой, они очень густые. Очень густые. Очень густые. Очень блестят. Ложатся немножко комками. То есть, вот здесь вот, где я начала красить, прям такая плюхнулась прям много-много. Возможно, это тени, которыми завершают макияж. Соответственно, их надо по чуть-чуть и просто сверху. Давайте так и сделаем в следующий раз. Вот, если вот, вот такими аккуратными движениями, то, в принципе, и не очень-то и страшно. Если вот такими, то не очень. Так, ну, черный-черный цвет. Черный-черный. Давайте посмотрим. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ну, черный, самым настоящим черный. Я бы такой, на самом деле, цвет использовала просто для подводки на кисточку. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Так, дальше, даже не знаю, огненно, оранжевый какой-то цвет. Давайте проверим его. Ой, слушайте, ну, вот так набралось, короче, вот прям, может, они падали у них? У меня вроде не падало, что-то перепадало. Ну, вот прям много-много тоже. Прям вот сверху, чуть-чуть-чуть. Кстати, еще модно тени наносить немножко на скулы. Вот, может быть, этот вариант был бы куда лучше. и эффект. Не так. Мы нанесли вот этот, вот этот, пропустили вот этот. Сейчас попробуем. Так, давайте, давайте на другую руку попробуем. Так, что уже тут. Ну, в общем, да, еще, ребята, они будут, они очень плохо, они скатываются, видите? Давайте, проявим, я себе подду, что-нибудь будет с ними? Нет, они не скатываются, да, но сваливаются на щеки, скорее всего, скатываются, они скатываются, но скорее всего, в носке, может быть, кстати, будут сыпаться, вот не пойму, пока вот все, вот так. Ну, не знаю, не знаю, для такого разового использования, точно не на каждый день. Возьмем чистую салфеточку, ну, поверх, не знаю, какого-нибудь макияжа, просто для вечера, для создания какого-нибудь акцента, возможно, это и подойдет. Для повседневного, очень сложно использовать, когда нужно накраситься быстро, аккуратно и прилично, что немаловажно, это нам не подойдет. Салфетки, салфетки получают, ну, твердую пятерку, потому что они прям, все отлично смывают. так, запаковываем, запаковываем наш тень обратно, убираем, посмотрели. Давайте посмотрим, что у нас осталось. У нас остались вот эти блески, которые, я надеюсь, очень нам вам, нам вам, ой, да, с упаковкой, ух ты, так, 399 рублей за 4 штуки, почти по 100 рублей, почти по 100 рублей, вот, вот, таких вот малышечек. Так, кстати, цвета очень похожи на те цвета, которые у нас были в помаде. 1, 3, 4, ну, полагается, блеск, они должны быть влажными. Так, ну, поехали. Не знаю, надо так делать, не надо, всегда так делали. По-моему, это вообще прозрачный блеск, мне так кажется, прозрачный блеск, пахнет, ой, пахнет, ребята, очень вкусно, какими-то волшебными, просто фруктами, какой-то мультифрукт, утифрукти, даже не знаю. Давайте посмотрим, где бы нам тут лучше, всего вам показать блески. Давайте блески также посмотрим на подушечках пальцев. Знаете, как я говорю, мне кажется, что это будет максимально прозрачный цвет с легким розовым оттеночком. Ну, в общем, да, здесь на самом деле не видно, потому что он прям практически прозрачный. Но давайте используем мою девочку, которую я вам нарисовала, и на ней потестим этот цвет. Так, обратно берем красотку нашу, который Костя нарисовал потрясающий уклад. И так, видно ли вам что-нибудь из этого? Вот, наверное, вот так вот будет. Не знаю, правильно ли так делать или неправильно, но зато вам ее лучше всего видно, потому что иначе белый ее засветит. Ну что, давайте нарисуем ей купюшки. Купюшки, купюшки, наши матрешки. Так, ну и в итоге я говорю, ребят, это абсолютно прозрачный, прозрачный цвет с легким, вот легким розовым оттеночком. Пахнет вкусно, очень увлажняюще, надо как бы посмотреть, как он носится и выдерживает все это дело на губах. Так, пошли дальше. Возвращаем эти три цвета. Так, что здесь у нас? Так, это All That Shine, Lip Loss Kit. Значит, продолжаем. Здесь всего один миллилитр и блеска. Так, проверяем. Значит, вот здесь вот тоже на этом. Ну, ну вот, вот это отличие блеска обычно от помад, что нам, как сказать, баночка кажется очень яркой, очень с интенсивным цветом, а по факту получается вот такие вот, даже вот достаточно сильно нажимаю, но цвет вот максимально естественный, натуральный, красивый тоже цвет. Мне прям нравится. Так, этот мы еще не пробовали, хотя, слушайте, они вон очень похожи. Ну вот, они, как бы, в баночке кажутся разными, а по факту я больше чем уверена, что сейчас будет абсолютно одинаковый цвет. Проверяем. Проверяем. Ну, да, тоже никакого, никакого цвета нету, и легкий-легкий оттенок розового цвета выглядит. Это вообще прозрачное кисточку, смотрите, вот прям кажется, что сейчас будет ох, как розового, но все прозрачное, и вот проявляется еле-еле свет розовый цвет. И остается у нас последнее, здесь никаких блесток, ничего нету, просто розовый цвет. Так, этот пальцем остался еще. То же самое. Ну, в общем, как-то набор набором, но все цвета очень похожи. вот, как бы, я даже сейчас, поскольку я запомнила, что я как наносила, ну, вот вам абсолютно одинаковые практически получились три-четыре цвета. О-ка! С этим тоже все проверяем салфетки теперь на блесках. Берем еще салфеточку, достанем, тестируем. Так, пока все очень липко, влажно, вот даже я немножко дополнить размазала. Так, стираем, 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 стираем. Так, все, ничего не прилипает, все чисто, аккуратно, оттенков розового цвета не осталось. Ну, конечно, все равно тут некоторые погрешности есть, я все равно чуть-чуть в блесках, но это не важно. Ну, что ж, косметику мы посмотрели всю, давайте уберем теперь это все обратно в косметичку. Косметичка, это вот мне прям очень нравится, очень-очень-очень. Так, не знаю, кто, я, честно говоря, упаковки сразу все утилизирую, потому что упаковки очень удобно пользоваться. вот так вот сложим, сложим-сложим, уберем вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда как-то мне до этого все поместилось, сюда ничего не помещается. Убираем, 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 убираем. Так. Оп, оп. Ну, в общем, в итоге у нас все помещается вот в такую маленькую, компактную косметичку. Итого. Сейчас я продумаю, что мы с вами все-таки девушку-то мою дораскрашиваем. Итого, что у нас получилось. Давайте приблизим чек немножко. Итого. что у нас есть. Косметические. Еще непонятно, что косметические. Прикассовые боксы. видимо, ребят, ну это прям как от Икеи. Что косметический? Ноу-сайз золотой. Что такое мелкий косметический, ноу-сайз розовый. Мелкий. Мелкий косметический, ноу-сайз еще розовый. И прикассовые боксы розовые. Вообще прикассовые боксы это, видимо, салфетки. Ну, ничего не понятно, но давайте последний забег перед моим уроком рисования. Салфетки 99 рублей. Твердая пятерка. Помады 399 рублей за 4 штуки. А, стоп, извините, вру-вру-вру. 5 штук 399 рублей отличный прайс. Тени на вечер, на выход 399 рублей 5 штук. И вот блески 4 штучки абсолютно одинакового цвета за 399 рублей. Косметичка 399 рублей. В общем, все по 399 рублей. Не заморачивайтесь. Чтобы я купила второй раз блески, помаду, салфетки и косметички. Тени совершенно не для меня. Мне такие не нравятся. Ну, плохо они наносятся, сыпятся, поэтому не рекомендую. Так, где моя девушка? Девушка, вернись. Ну, давайте мы рисуем классный мейкап еще раз девушке. Уже просто рисуем классный мейкап. Опять проблемы с открытием этих теней. Но давайте сделаем эффект на сегодня воскресенье. Ну, да, план был классный, но это не работает с такими тенями. В общем, тени тут не держатся. Ладно, а может быть мы и румяна сделаем вот такими. Вот, легкий, легкий румянец. Потрясовали ей скулы. Скулы выделили. Скулы, скулы. Так. Ну, блеск у нее уже есть. Давайте ей добавим немножко цвета помады. Можно попробовать еще, конечно. Давайте вот чуть-чуть. чуть-чуть-чуть-чуть. Ох, красотка. Красотка. Конечно, помадой повер в лес была так себе. Ну, Ну, в общем, девушка не очень получилась. Тени у нее насыпались. Она за естественную красоту глаз и за естественные оттенки макияжа на скулах и губах. Всем спасибо за внимание. Была рада видеться. Всем спасибо за вниманием. Была рада вас увидеть виртуально. Буду ждать ваших комментариев. До встречи. А еще мне пришла идея устроить конкурс. Условия и результаты читайте в описании к видео. Разыгрывать будем 4 блеска, тени, глиттер и 4 помады. Вот это все можно будет выиграть. Желаю удачи! У-ху! Субтитры сделал DimaTorzok